Ага. Ой, вот это. Мне, я не знаю, мне понравилась форма, которая обнаружилась, что ежели про кого-то рассказываешь, от него надо зачитывать кусок в качестве образца. Я не знаю, как вам, мне показалось, что это хорошая такая система. По-моему, тоже. Значит, я просто в данный момент сосредотачиваюсь на людях, книги которых, ну, как бы обязательно в любом еврейском даме должны быть. И в данном случае речь идет о рабе Ишаягу Галеве Гурвеце. Но раб Ишаягу Гурвеце, он может показаться неизвестным человеком, но он известен как Шлага Кадош. А именно он автор великой книги, которая называется «Штейлухотгабрит». «Две скрижа Лизавета». И аббревиатура шла. По первым буквам шла. Утверждается, что все Гурвичи, Гуревичи и подобные фамилии – это потомки рабе Ишаягу из Гурвеца. Не знаю, насколько это правда, потому что уж очень много их получается, потому что это одна из самых распространенных еврейских фамилий. Мне лень смотреть по частотности, но боюсь, что, конечно, он жил, он родился в 1558 году, и за четыре века, может быть, много, четыре века – 12 поколений, да. Ну, 12 поколений, скажем, не, может быть, может быть, вполне два в 12 степени, четыре тысячи потомков вполне могут быть. Родился он опять, с ним немножечко путаница в биографии, но она мелкая довольно-таки, а именно путаница касается, где родился, точная дата, где умер, и насколько точно находится его могила. Но не тот спор, который вот то ли дело по поводу, где могила. Могила в Твери, но вот которая из них, там идут споры по этому поводу. Конечно, не сравниться с великим и рабе Авраамом Бенезера, у которого обзавелся после смерти семью, что ли, могилами. В разных городах причем и разных странах. То есть это сильно было, это до сих пор просто доставляет удовольствие, как бы начинаешь перечислять, где его могилы находятся. А это вам не христианский святой, который по частям в разных церквях лежит. Вам все-таки еврейский человек, которого похоронили целиком. Родился, значит, шла, рабе Ишаяху Гурвец, родился по основной версии в Люблине, но я читал, что он также родился и в Праге. В любом случае, он учился в Люблине. Это великая люблинская ешива Махарама из Люблина. Туда принимали, кстати, это была редкая ешива, туда принимали не всех. Чтобы туда поступить, надо было знать несколько десятков листов Талмуда наизусть, чтобы туда приняли, что называется, на иголку. На иголку – это, значит, как бы мысленно прокалываем тон Талмуда и спрашиваем, через какие буквы прошла иголка на каждой странице. Утверждалось, что ученики этой ешивы должны знать наизусть тонах. Причем так, на вступительном экзаменах через слово просят привести стихи, насколько ты его крепко знаешь наизусть. Не знаю, насколько правда, но, по крайней мере, такие легенды об этой ешиве рассказывают. И, собственно, крупнейшие родонимы в 17 веке – они выходцы из той ешивы. Значит, очень быстро он стал знаменит, возглавлял различные общины, в том числе франкфуртскую общину, у которой Франкфурт на Майне. Значит, учтите, что есть еще Франкфурт. В Германии есть еще Франкфурт на Одере. Это замечательный университет, куда евреев начали на медицинский факультет принимать от отчаяния, иначе пришлось бы закрыть университет. Один из первых университетов, куда евреев, германских, куда стали принимать евреев именно на медицинский факультет. Значит, в Франкфурте на Майне он довольно долго пребывал в этой должности, но по поводу отношений с немцами, в 1614, по-моему, году евреев просто изгнали из Франкфурта на Майне. Он переехал в Прагу, где стал во главе общины некоторое время. Их там было два главы общины. То есть мы видим, что человек значительный. Но он, в общем-то, хотел действительно переехать в святую землю. Но он довольно рано женился, кстати, и очень часто жил с женой. Жена была против переезда. Как известно, Галаха гласит, что вообще отказ поехать в землю Израиля мужчиной, мужем или женой является поводом для развода, вообще-то основанием для развода. Тем не менее, он любил свою жену, он продолжал жить в Праге. После ее смерти в 1620 году он таки уехал в святую землю. И некоторое время жил в Иерусалиме. Причем, надо сказать, что где-то вот этот период с 1620 года в землю Израиля приехало очень много народу. Вплоть до того, что сохранилось одно из писем ради Ишаяу или Хоргатца, в котором он пишет, что приезжает столько народу, что, слава богу, в Иерусалиме становится тесно, евреям становится тесно. Вот буквальная формула его, которая мне очень понравилась. Но дальше произошла крупная неприятность. В 1924 году в Иерусалиме произошел переворот. Вы учтите, что, конечно же, это турецкая, Турция, но местные. Тут очень сложно говорить о национальном составе земли Израиля. Дело в том, что здесь, на самом деле, действительно были в основном тогда арабы. Не вот нынешние палестинцы, нынешние палестинцы в своем большинстве турки, обрабившиеся. Вы учтите, тут надо понимать, когда мы говорим о национальности, так в арабском мире все очень просто. Человек, который говорит по-арабски на Ближнем Востоке, называется арабом. Независимо от того, откуда он такой взялся. И самый большой приток вот этого арабского, нынешнего арабского населения, это тот же XIX век. Вместе с большой алией еврейской шла в противовес большая алия из Турции. Но тогда, когда мы говорим о шлах, это XVII век, 1620 года, здесь было арабское население, но Турция была, ну, как по стольку по сходу. То есть, как бы фирман присылался тому, кто, фирман направления присылался тому, кто сильнее, потому что, ну, пока ясно, что святая земля отложиться не может. Но по тогдашним временам, ноучанс это называется, ее раздавили бы с дикой скоростью. Все-таки Турция, конечно, уже переживает некоторый кризис политический, но еще не настолько. Плюс ко всему, все-таки, вы учтите, что Турция принадлежит еще Египет, поэтому Турция не может потерять эту землю просто. Но она через нее идет, в Египет. Значит, в Герусалиме произошел переворот, пришел к власти другой род. И если до этого был человек, ну, опять надо смотреть, еврейских источников, это замечательный человек, который всячески привечал евреев и радовался их прибытию, перевожу на русский. И человек прагматичный, от общины денег он получал много и, в общем, не заморачивался особо проблемами. И, в общем, все жили очень мирно, это сам. Но в 1924 году произошел переворот в городе, явился альфарух такой человек, который, к несчастью, был принципиальный. У него были идеологические заморочки. И, в общем, он начал прижимать общину, обе общины, ашкинастскую и сефарскую. Во главе ашкинастской общины стоял, шла уже к тому моменту. Вот до того, что в какой-то момент он просто арестовал 15 лидеров общины, потребовав выкуп. Короче говоря, кончилось с тем, что шла, сумел сбежать. Он переехал вначале в ЦФАТ, замечу, вот по поводу единая земля, в ЦФАТе правит совсем другой Паша, и с ним все спокойно. То есть это не политика блистательной порты, это местная политика куда важнее здесь была. Но вот, чтобы было понятно для иллюстрации, то, что всем говорят, что нынешние крепостные стены Юрусалима построены же относительно недавно Бейбарсом. И это полицейская стена, скорее, чем военная. Она не предназначена для серьезных военных действий. То есть, да, она выдержит осаду небольшого войска, но не осаду, в смысле, а тапу. Но в основном это полицейская стена от набегов местных пассионарных товарищей, которым очень хочется разграбить город. Значит, он, спасаясь от этого бардака, который на Сфан-Герусалиме, шла, переехал в город ЦФАТ, потом в Тверию. В Тверии он окончательно поселился, и там в 1630 году он и умер. Ну, опять, я не считаю, что нам нужно интересоваться датой смерти точной, потому что там идут споры, там он и похоронен. Значит, там был опубликован знаменитый, когда он жил именно в Тверии. Да, своей работой он пересылал при этом в Прагу. Там был написан знаменитый Сидур его, который Шарх Лешамайен, «Врата к небесам». Сегодня он, но Сидур шла регулярно, выпускаются, есть люди, которые им пользуются. Но как бы именно в 19-20 веке Сидур окончательно устоялся по общинам. И поэтому как бы из Сидуров 17 века более-менее держится замечательный Сидур, который называется Бейт Яков, раби Якова Эмдина, ашкинастский. Но он выпускается и в Сефардском вене точно так же. Вот такая вот площадка. Там все. Но там еще примечания. То есть он такой. Причем Бейт Яков еще выдержал перевод на Идиш. Он еще с Идиша и Бритайч есть. Значит, Шарх Лешамайен, но он очень знаменитый Сидур. Но главное, он там написал свою замечательную книгу, которая называется «Штейла Ходха Брит». Две скрижа Лизавета, переслав ее в город Прагу. И она была выпущена его сыном через три года после его смерти. Книга, как раз вот этот ряд, когда вы начинаете интересоваться, откуда берется хасидизм, именно литература хасидизмская, вы должны понимать, что подготовка к этому, вот дорогу, которую к этому прокладывали, это Махараль, это Шла и это Рамхаль. Обратите внимание, что, значит, крупный или некрупный Равин свидетельствует, он известен под аббревиатурой, скорее, или под именем. Раби Ишайя Галеви Бурвица не все сразу узнают, а Шла знают все. То же самое Рамхаля, я боюсь, что кучу народу придется напрячь, чтобы вспомнить, как раскрыть надо его эту аббревиатуру, что это Раби Машеха Эмбурцатов. То же самое Махараль в Спраге, там вообще все запутались давно. Махараль, он и есть Махараль. Значит, была опубликована эта книга, и книга, ну, я даже не знаю, с ума сколько раз она была напечатана. А я не уверен, что столько же раз, сколько, например, чуть-чуть позже вышедшая одна из главных морализаторских еврейских книг той эпохи, Каф Гаишар Рабака и Дановера, та выдержала 80 изданий, что, в общем, согласитесь, что не слабо. У этого много книг, это самое, значит, да, ну да, еще из него, что бы эта сохранилась синагога, шла, она стоит, она, правда, еще, она более ранняя, но он там правил. И что еще вам нужно? Молитва. И на самом деле, ну, и на самом деле, я думаю, что это все, что нужно про него рассказывать. То есть биография как бы такая ученая, но не без превратности времени, в которой он живет. То есть, ну, изгнание из германских городов под этим знаменем прошел весь XVI века, XVII века. Все-таки учтите, что изгнать из всей Германии никто не может, потому что Германия – это куча княжеств. Ну, тогда и оттуда изгнали. Переворот в Иерусалиме, ну, бывает, то есть превратность времени. Но как бы ничего особого, такая жизнь вполне удачная, раввинская. Есть несколько галахических всяческих трудов у него, но в основном он знаменит именно этой книжкой. Вот Шерл Ходгабрит, и ее все читают. Чем замечательна книга? Она как бы в несколько потоков написана. Это комментарии к Агаде Талмуда, это комментарии к недельным разделам, это комментарии к чему угодно. И всегда, вот, например, комментарии к Торе, у него всегда состоит как бы из трех потоков. Они нет, они не оформлены. Вот я каждый раз, когда мне надо писать какой-то комментарий к чему-то, я каждый раз смущаюсь, мне очень хочется писать в два потока закмитивом. Одни примечания к словам, да, одни примечания, ну, вот, как точно надо слово понимать и почему. Вторая какая-то идея, а третья еще чего-нибудь, а третье отступление. Я, в общем, в три потока бы хотел писать. Никто не позволяет. Вот. Он как раз делает подобное. Он пишет в три потока комментарий, правда, пишет их подряд. Значит, один поток у него обозначен Нермицва, светильник заповеди, и там описывается заповедь, которая дана в данном месте, и какой, ну, вот, стандарт пользы от исполнения заповеди. Вторая называется, вторая называется Тораор, и это, я отдельно поговорю сейчас, а вторая называю, а третий поток называется Торат-Мусар, и как бы наставительные какие-то тексты, этические тексты. Вот Торат-Ор, Тора-Ор, она как раз и интересует в основном. Дело в том, что вообще отошла каббалист. Такой же, не такой, как Рамхалю, потому что вот скандала вокруг его имени не было. Такой же, как Махараль, например. То есть человек, который каббалу знает, любит и является каббалистом. Но, но, так же, как вот этот пар, вот так же, как Махараль и так же, как Рамхаль, вот мы видим, что это просто вот венье времени. Он излагает каббалистические идеи и философские каббалистические вперемешку, соединяя одно с другим и пытаясь ясным языком, не пользуясь, иногда прибегая к помощи каббалистической терминологии. Значит, он пытается объяснить некоторые вещи вот таким простым образом. Именно вот этот сплав философии каббалы рождает некий новый стиль, и этот стиль как раз перейдет к хасидам. Этот стиль, значит, причем так, это классические комментарии, плюс к нему каббалистические идеи, к нему еще философские идеи, вот такой вот сплав рождает вот этот новый стиль, который будет и будет хасидским стилем. Причем именно хасидским, потому что миснагиды за редчайшими исключениями, типа книги Непешха Хайма из Воложена, и впоследствии этот стиль проснется в полной мере уже в 20 веке у Натан. Как зовут любимого Рава Кука? Во, вспомнил. Авраам Ицхак Акоэн Кук. Рая, Рая. Понимаешь, в чем дело? О нем с кем угодно, кроме меня называется. Запомни три буквы Кук. Ну, что ж такое? Ну, Кук, ну, забыл. Я его просто не понимаю. При этом очень люблю читать его последователей, они очень симпатичные бывают. Да, если учесть, что еще Рав Кук – это та самая, та же школа, Воложенская школа, да, Берлин, Рав Мишаху, Берлина, это все та же школа, Мисс Нагетская. Только теперь под мощнейшим, да, но под мощнейшим влиянием хорсидизма. Нескрываемым причем, вот. Нескрываемым ни разу. Да, но тем не менее. Значит, ну вот этот новый стиль, да, но причем насколько это веление времени, потому что есть еще один человек, которого сюда нужно привлечь, четвертого столба вот этого переходного периода, да, это, безусловно, Ребхайма и Бенатара, это Оргахайм, когда же комментарий, автор великого комментария, это тот же период времени, они все там одновременно жили. Причем вот комментарий Оргахайм на хасидов производил такое впечатление, что Бешту приписывается фраза, что он, в общем, ехал в святую землю для того, чтобы встретиться с Оргахаем, потому что, объединившись вдвоем, анима-шеха бы точно привлекли. Вот. Но это вот такая эпоха, это соединение стилей в единый склад некоторых. Он четвертый человек, который вот стоит вот у основу этого нового стиля. Значит, и так шла у нас вот, да, шла, жил перед Рамхалем, то есть Махараль, Рамхаль, вот где-то вот такой порядок можно выбирать. Ой, Махараль шла, да. Значит, ну давайте я попробую почитать что-нибудь из него. И, ну вот, для демонстрации стиля текущий недельный раздел, Мишпатим, да, у нас вроде как. Значит, значит, комментируется Мэт Мут-Юмат, он комментирует, то есть смертью должен был казнен убийца в недельном разделе. Значит, ну, если кому-то... Книжка. Макэ-Иш-Вамэт-Мот-Юмат. Человек, который прибил, вот я дословно перевожу, кто ударит человека так, что тот умрет, будет предан смерти, по-моему, переведено. Да будет предан смерти. Ну, оригинал, ну, давайте я написал, показать вам, как выглядит оригинал, наверное, полезно было бы, потому что... А ты можешь делать шер, внизу зеленая кнопка. Да, конечно. Да, конечно. Ваш фокус. Ну, не вижу. Вот он. Да. Ну, слава, мы видим. Посмотрите на буквы. И умрет смерти, да будет предан. Это я всегда жалуюсь, что вот в переводе вот такая вот прелесть. Это последние три стиха. Вот те, которые переведены так, что он умрет, да будет он предан смерти. Это вот эти три слова, вот так переведены. Это вот по поводу... Потому что весь стих в пять слов ударил человека и умер, смертью умрет. Вот я перевожу дословно все пять слов. Значит, по этому поводу, за что пишет шлага кодэш, ибо он уменьшил целым выдмутв, образоподобие. Значит... А, нет, зря я сделал. Потому что он уменьшил целым выгодмут. Вот слово дмут. Из слова дмут образовываются слова дам, кровь, и мавек, смерть. Дмут – это образ, который вот переведено образе подобия, да, кибецелам и луким, ибо по образу Божьему вот подобие – это дам, это кровь и смерть. Поэтому, так как человек нанес ущерб подобию Божьему, который в любом человеке, то дмут превратился в смерть. И все. И здесь далее он комментирует Ашерлот-Цеда. Ашерлот-Цеда – это другой закон, когда это убийство по халатности. Там, где речь идет, что некто убил другого, типа соскочил топор с топорища, и там приведен закон о том, что там есть одно условие, что нужно доказательство, что раньше он не пытался его преследовать, то есть у вас должно быть доказательство, что не могло быть здесь предумышлено какого-то злого умысла, то за это, значит, виновный, как известно, должен отправиться в изгнание в один из селевицких городов. Все это основывается, как утверждает Раби Ишайя Гурвиц, Шлага Гадош, связано со стихом «И изгнал Бог человека». Знай, что когда первый человек согрешил, то есть это произошло при подстрекательстве, которое учинил ему змей первоначально, и он привел смерть в мире, и все это произошло злостно для того, чтобы привести смерть в мир. по этому поводу змея приговорили, человека приговорили, ибо ты правым был и в прах вернешься, а именно это тайна переселения душ, что человек переселяется из праха в прах, а именно из тела в тело, и должен умереть, умереть, и вернуться, умереть, и умереть, и это мод юма, это и есть смысл смертью умрет. но умрет он не тот же, ибо человек живет через поселение около тысячи лет, и так как человек при любом убийстве в некотором смысле является чистокровным и чистым заблуждением из-за соблазнения, которое соблазнил его змей, сказав и будете как боги, поэтому человек не осуждается точно, точно же на смерть, а изгоняет бог человека, и это тайна изгнания убийцы. Но когда речь идет о том, кто убил злостно, то сказано от жертвенника возьмите его, чтобы казнить. И хотя первый человек был, подлежал смерти, и его создали из земли, а именно из того места, где был построен первый жертвенник, как пишет Раши, но он был приговорен к смерти, но ему приговор был отложен. Когда же он совершает преступление, его следует точно же казнить. Давайте попробуем чуть-чуть по-другому. То, что говорит в данном случае шла, выглядит следующим образом. мод юмаат понимает, как многочисленные смерти для того, чтобы переселяться из праха в прах, для того, чтобы завершить цепочку переселений и исправить этим то, что еще не исправлено. Так как это шла, то значит, это каббалат Ари должна быть совсем за этим скрываться, а в изложении Репхайма Виталя подразумевается следующее. Вот теперь дело в том, что у евреев есть народный вариант Гельгуля и есть вариант каббалистический, их два. Каббалистическая схема предполагает следующее у Репхайма Виталя, а именно что человек должен провести некоторые вещи душа, извините, душа должна провести некоторые вещи и некоторые исправления в мире и пока она все не исполнит, она будет продолжать свое вращение. При этом даже грехи очередного пребывания они не умаляют то, что уже сделано. Вот это довольно важный аспект на всей этой истории. По этому поводу как бы переход из тела в тело оно происходит регулярно, чтобы сделать что-то конкретное, что еще не сделано. Оно не наказание за прошлое, оно исправление за не сделанное. Вот здесь действительно требуется некоторое внимание, потому что получается, что если основная голоха, земная голоха для каждого человека в основном базируется на том, что нельзя сделать, а то, что сделано, приписывающие заповеди, они как бы оказываются в некотором смысле посторонними. Ну, не сделал, сделаешь в другой раз. А вот то, что ты нарушил, оно как бы нарушено. И то теперь в схеме Тарады Гильгулием, о которой мы говорим, речь идет прямо об обратном. Главная задача, наоборот, сделать. И как раз вот ну, давайте я в этом стиле приведу довольно знаменитую историю Бэшта про лягушку и болото. Я не знаю, может быть, все слышали, тогда я не буду рассказывать. Про человека, который шел по лесу, дошел до болота и там ему очень хотелось спить и настолько хотелось спить, что он попил воды без брахи. на что Бэш сказал, что вообще-то вся цель этого его гельгуля была именно выпить воды из того болота и именно все-таки с брахой. То, что он выпил без брахи, ему еще придется много раз продолжать пребывание в этих гельгулях для того, чтобы все-таки в конце концов выполнить сделанное. Ну, там еще долгое пребывание этой души впоследствии, да, весь рассказ был связан с тем, что Бэш рассказал ее стояно какой-то лягушкой у болота и что это вот это вот оно, вот это вот этот случай, упущенная возможность. По этому поводу в результате мы получаем, что человек, который убил случайно, он изгоняется из того места, где живет, точно так же, как первый человек изгоняется из райского сада. Но это состоит, но в данном случае фокус состоит в том, что этот приговор это как бы отложенная казнь, такая же, как и для первого человека. он был повинен в смерти, но смерть была отложена. Теперь человек, который совершил непреднамеренное убийство, он как бы тот факт, что он убил, вина в этом лежит и на первом человеке, и на змеи, которые привели смерть в мир. То есть смерть как бы существует в мире, и особой вины ни на ком нет, но в данном случае человек оказался причастлив к этой смерти. Вот другой разговор, когда человек убьет злостно, тогда он подлежит смерти, причем очень сильной формулой, даже от жертвенника будет забран. И вот он потерял святость уровня жертвенника. Поэтому он отсекается даже от земли. Ну, вот такой элементарий. Я не знаю, насколько понятно, что я сказал. Опять, вот в данном случае я боюсь, что я выступаю в роли того человека, который зачитывал публичные отрывки Зохара перед эзолитянами. И когда слышал, что мы ничего не поняли, естественно, книга Зохара написана на арамейском, то он говорил, вы не поняли, а душа ваша понял. И продолжал чтение без комментариев. Очень я открою вам тайну. Я видел в Иерусалиме все еще существует общество чтения Зохара Сефардская, где люди собираются почитать слух Зохара без комментариев. Задача за такое это время прочесть целиком. Просто читают как священный текст понимать не обязательно, прочесть. Ну, вот такой комментарий, но, может быть, он составит по крайней мере представление о том, каков этот стиль, о котором мы говорим. Он действительно очень характерен, и вот когда читаешь Хасибские книги, ты видишь именно вот такого рода проходы, где одновременно у вас соображение вот чисто такие еврейские смерть, пришедшая в мир, гиргуль, нашамот, все это оказывается в едином цели. Подобным образом, например, совершенство человека это три совершенства, а именно совершенство души, совершенство тела и совершенство имущества. Именно об этом сказано и возлюбив Хашема, Бога твоего, всем сердцем своим и всей душой своей и всеми ну есть стандартный комментарий всем имуществам твоим, пшат, я думаю, что выхоль мудэха, значит, там серия возможностями нет? А нет хорошего комментария, я понимаю это слово и больше, ты, и всей своей самости, вот мы это очень, да, всем мудэха вот на грани своих на пределе, на пределе тебя, я понимаю это место именно так, но на русском это не получается произнести, прости, но это какое-то уникальное, я не припомню вообще говоря, что где-то еще есть такое слово мудэха в этом смысле, нигде и нет, в том-то и дело, что оно понятно, но как бы это слово-то понятное, но я как бы всегда считал, что ну это похоже как на современном языке человек с лихостью образует глагол от существительного какой-либо и всей самостью твоей такое вот немного самостью, самостью, да, но тут но это я не знаю, чинностью, да, значит, есть еще единственный случай в книге Млахим единственный случай подобного употребления этого слова, то есть обратите внимание, его практически никто никогда не употребляет в таком варианте, на 300 где-то употреблений слова мэот, оно всего дважды бывает с, что называется, скинуем, с притяжательным местоимением. Как? Это как? А, в смысле мэодэха? Мэодэха, да. А, окей. Оно бывает А, мэоди, да, мэоди может быть, мэоди, мэодэха, да, мэоди. Мэоди, сегодня может быть. Да, в коль мэоди, Нету. А в Танахе есть один только еще случай такого употребления, и подобного ему и подобного ему не было из тех и подобного не было перед ним царь, который вернулся Гошему всем сердцем, всей душой своей у выхоль мэодо. Кэхоль торат мошэ, то есть это просто цитата нашего стиха. то есть как бы это естественно как бы это просто цитата и вообще в таком виде это слово нигде не употребляется но есть известная вещь что мудрецы говорят мудреца мамонха твое имущество который тебе отменен до сердца в нем от него зависит жизненность тела а душа который не шама имеется в виду дыхание а законы кацающиеся тела подобные закону о рабе и рабыне которое запрещено удерживать в рабстве когда пришло их время отпустить и которые запрещают продавать рабыню еврейку значит и так далее все это все законы они связаны в нашем разделе скорее с четырьмя с тем что касается именно двух совершенств совершенства тела и совершенства имущества то есть бэхоль вавэха это то что имеет отношение к телу а бэхоль навшеха это те которые имеют отношение к душе и бэхоль молодых это то что имеет отношение к имуществу значит по этому поводу к душе совершенствует душе заповеди которые в нашем недельном разделе это не позволяет существовать идолопоклада зара в стране значит трижды повторенные требования почитать бога и это касается души то есть как бы недельный раздел посвящен трем совершенствам совершенствам тела совершенствам души и совершенствам недельный раздел мишпатин то есть раздел в котором идут сплошняком законы и совершенству имущества и в общем по моему это неплохо при том что автор как бы считает что это единое совершенство человека потому что вот как раз чем характерны вот три этих автора и шла и махараль и рамхаль особенно это возврату к некоторой вещи которая как бы средневековье забыла не на долгое время дело в том что средневековье характерно противопоставлением души и тела оно характерно что как бы есть душа есть тело и они как бы и вместе и они сходятся вместе но друг друга не узнают то есть тело как бы не знает души а душа не знает тело декарт на самом деле то что я сейчас рассказываю более менее это идея декарта которому нужно было хоть какое-то доказательство существования тела потому что он по себе мыслил как души при этом не то что совсем забыто потому что еще раз я всегда говорю что какие бы идеи не посещали еврейских людей давление танаха обязательное чтение ежегодная хумаша обязательное чтение танаха оно регулярно возвращает к истокам и может быть любое заблуждение но оно чаще всего когда кончится мода разобьется о текст танаха и вернется назад вот идея единства тела и души например проводят очень активно раби яшаягу истрами ишаягу истрами он малоизвестный человек он истасопист у него совершенно замечательные комментарии к талмуду но у него есть замечательные не менее замечательные очень короткие комментарии к книге дхилина я его очень люблю и у него например раз за разом он повторяет всюду где танахе сказано душа всегда помните что это потому что не различают эти два понятия считаю что душа и тело составляют единое целое это это софис то есть это 13 по моему 14 может вот но дело в том что вот к этому моменту рамхальд в наибольшей степени но шла тоже вот эта идея единства тела и души при том что это загадка каким образом они могут быть едины она у них раз за разом начинает повторяться и эта идея она начинает набирать обороты именно вот здесь вот в этот период времени и по моему это здорово что это очень тенахично это разделение души и тела как на две диалектные на как это сказать на две противоположности да на дуализм такой вот есть тело и есть душе в общем дуализм с которым мы в общем традиционно боролись вообще вот возвращение назад к идее что здесь нет дуализма и что это единое целое это как раз в трудах вот этих трех авторов плюс к этому добавьте Орга Хайм Гакадош который тоже сюда идет хотя хочу обратить внимание на следующее что рамхаль это Италия да а потом Ашкеназская по-моему не помню какая община Амстердам шла это Польша и Прага а Махараль это Прага то есть это Ашкеназа а вот Репхайм Гакадош автор это Марокко и тем не менее они начинают петь одну песню практически там в один период времени и это такое важное вот некоторое венье нового времени я бы сказал которое здесь проявляется по этому поводу вот законы иконы значит вот например я хочу еще одну вещь рассказать которую я не буду сейчас ее зачитывать проще рассказать у хасидских ребес во всех поколениях начиная с бэшта кстати была некоторая вещь которую они регулярно произносили по поводу того что когда праведный еврей или неправедный но любой еврей съедает мясо животного это кошерно забитые или рыбы кошерные то искра божья которая не путать жизнью это разные вещи искра божья которая в этом животном она переходит в тело и вместе с добрыми делами или душой этого человека подымается к небесам и по этому поводу там вот например у хасидов особенно в первых двух поколениях регулярно появляется идея что почему царя в субботу ест рыбу потому что в рыбе находится гельгуль нащама и он освобождает эту нащаму от гельгуль и она возносится к небесам это искра вот та самая искра которая там была водку пьет слегка почему водку пьет водки конечно есть искра но вопрос откуда она эта искра ну хаббат пьет водку нет ну я сам может не отвечать хаббат не если бы только хаббат пьет водку а окей во вторых они пьют я удивлял что они пьют водку потому что откуда мы знаем доказательства что хасидизм родился на Украине а не в России знаешь да потому что водка оттуда потому что водка на в старых еврейских текстах того периода называется яин сараф то бишь яшка яшка да но не яин маем если бы это было в России а яшку я помню называли старики называли яшка да ну они ну читайте откроем у богу хасидскую книгу с рассказами и они собрались и мы пили яш яин сараф отсюда отсюда вот сокращение яин сараф горилка понятно а если было в России было бы яин маем понятно да что водка от слова вода поэтому конечно на Украине появился хасидизм окей пили они горилку два святые брата когда когда их сильно прижали решили создать совместную компанию по производству горилки и уродилась в том году горилка весьма богатая и поняли два святых брата что истины нет не в горилке не в вине а истина в святом ради таком то ну и так далее я просто цитирую начало окей но это отдельная тема это можно отдельный урок посвятить это отдельно водка в хасидизме вот но я хочу обратить внимание что вообще весь этот текст он из шла вот он то что следует есть мясо животных кошерных животных состоит в том что дух который живительный дух этих животных он происходит меситр дэк душа он происходит от святой стороны вещь а у святой а у нечистых животных окружающие их кохи и ниши это меситр дэмасава из недостойной стороны мира и по этому поводу сам запрет есть некошерных животных состоит не в том что они плохие а в том что вы не можете поднять искру святую которая заключена в этих животных просто потому что вы не в состоянии поэтому их съедать является некоторой жестокостью потому что вы не обратите искру которая в них святым делам просто не сможете но у кошерных животных это вам по плечу поэтому это разрешено обратите внимание на связь на проход логики которая это ушла эта логика как раз но она у хасидов много где повторена эта идея и она собственно отсюда поэтому вот это он отсюда они и берут и по этому поводу басар басаде трефа ну мясо в поле это растерзанное которое запрещено есть в нашем недельном разделе что слово саде поле означает выходит за рамки святости обратите внимание на понимание кроме буквального смысла саде это еще то что лежит за городом за оградой святости это вот такой вот стандартный в будущем для хасидов проход это стандартное рассуждение которое в любой хасидской книге как бы почти обязательно от первой книги которая Талдот Янков Ицхак до последней хасидской книги которая это вот самого Шэммишмуй Шэммишмуй официально считается последней хасидской книжки ну вот где-то так ну вот это шла ну вот да окей если Мейер закончил первую часть нашей программы пожалуйста небольшие вопросы чтобы мы могли перейти к второй части наших занятий сегодняшних а именно продолжить никакой элит есть вопросы раз есть вопросы два ну вопрос наверное большой все-таки по поводу языка вот этого уникального который они разрабатывали в чем принципиальное отличие другого языка вот Митнагедов там например там Агра в чем он радикально по-другому писал дело в том что Хагра очень мало писал точнее он написал очень много но основные его работы это примечания он вот Хагра в отличие от хасидов у Хагры не было никогда общины толком в том смысле что он никогда не читал проповеди публичных ну почти никогда очень мало он давай он человек который работал в своем доме и с людьми общался не очень то есть нет он общался с людьми с ним советовались приходили и так далее но вот публичные какие-то мероприятия это было не его стихия поэтому основные все его работы это примечания причем часто примечания по типу глоссы то есть или маргинали давайте так он мастер маргинали маргинали маргин это поля слово маргинали в научном языке книга с маргиналями это скраткие примечания на полях и основные работы Хагры это именно вот такие примечания основные его работы причем примечания составлены ко всей это человек энциклопедист вот в классическом понимании слова к мидрашам к талмуду к шаханаруху к Зохару кстати есть более-менее развернутый комментарий очень важный комментарий к Сейфорда Цнию один из отрывков Зохара так называется и он скажем по моему его исследование там вылезано каждое слово в этом комментарии по причине того что там излагается его отношение к теме цемцом что такое цемцом поэтому это сам но длинных вот таких вещей Хагры не делал стиль миснагедский он такой немецкий очень как это ни странно вот это стиль вот миснагеды в восторге в 19 веке миснагеды как раз представлены комментариями этого самого ну Мальвин во первых во вторых это в Венгрии во вторых из Некленбурга из Некленбурга из Некленбурга почти никто не читает из вас в некоторых кругах он один из самых замечательных людей это такие четкие комментарии построенные на Талмуде очень почти никогда не привлекающиеся к Кабалу к рассмотрению причем настолько что в результате в ученых 19 века который создалось впечатление что главная разница между миснагедами и хасидами это отношение к Кабале как бы хасиды а не Кабала а миснагеды ни-ни ну вы почитаете книгу рассказов о Хагре вау так он вам и амулеты против чертей рисовал что он там он знал Кабалу только Кабала это не для народа разница как раз там не в том что одни не занимались Кабалу еще как занимались только одни как бы считали весь народ он должен иметь к ней отношение а вторые считали что это только для избран там разница здесь занимались еще как поэтому нет необходимости объяснять ее на простом языке получается да 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 в том то и дело что они как бы вот этот инструмент нет они читали махараль например в миснагедских кругах идет на ура они его читали больше чем хасидов хасидов есть хасидская литература которая вполне занимает они махаралем ограничиваются рамхаль нет рамхали читают не столько миснагеды сколько очень специфические люди такие немножечко хипстерского образа мысли а хиппи это явление не только американское 60-х годов это еще строение души такое легкое рамхали там вот эти но скажем читают все но вот девятнадцатый век у миснагедов такую литературу не дал вообще от слова вообще и появление раба кука это в общем бомба потому что почитайте его дед да это его дед я не помню уже его биографии не помню родословных да вот но это вот почитайте такой совершенно академический человек академический академический комментарий у него чудеснейший комментарий к одной из главных галонов длинный очень хороший но такие они очень академичные стилистически другие живой там там был два очень живых человека там был очень живой Рафаэль Гирш но это Германия и не миснагед это отдельная история германской общины девятнадцатого века и Мальби это Венгрия это отдельная тема но как бы миснагеды дают скорее роскошнейших комментариев комментаторов к Талмуду роскошнейших но не как бы вот очень мало хороших комментариев к Танаху но хороших вот которые задевают сегодня они как бы их комментарии к Танаху они очень как бы вам сказать они аналитические но лишены хорошего литературного вкуса то чего у хасидов есть вот читаешь рабца так излюблено и душа поет а вот у них не получается вот это хотя очень интересно но очень академично там вот такая разница произошла они почему-то вот не подхватили хотя вроде это до них все появилось и Махараль и Рамхаль и шла вроде все вот перед ними все ими признано но не повлияло читаем почитаем но не развиваем вот это направление они не стали развивать это направление хасиды именно его развивают они продолжают вот это направление или я кого-то не читал среди мяснагидов и не знаю может быть кто-то в этом направлении там работал но я таких не знаю просто думаю что если были знал вот так окей если были они были бы популярны наверное да но смотрите есть еще некоторые вещи которые связаны с временем мы вот регулярно обнаруживаем что человек которого надолго почти забыли вдруг наконец выскакивает и становится ах как мы его не видели раньше и начинается издание за изданием идти и покупают и читают и непрерывно ссылаются вот Рамхаль такой образец комментарий Мирик Талуду такой образец вот знали ценили но академичен 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 и вдруг двадцатый век вторая половина двадцатых взрывается для всех великолепно надо читать вдруг взрывается через четыре века пять веков по-моему вдруг взрывается мысль что то чего мы так долго искали а оно вот оно лежит на полке время такое как писал по этому поводу раб арон маркус хазман гу амгоши азману что азман гу амгоши 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 А второй говорит, что это поносящий колдун и это самое. Надо сказать, что слово маг, они правильно говорят, в древнее время слово маг употреблялось и в значении мошенник, и в значении жрец, носитель тайных знаний. Так вот, время – это вот этот амгош, о котором трудно сказать, что это. То ли обманщик, то ли великий маг. Поймите, надо уметь читать такие книги, а Рафа Аарон Маркус, он блистателен абсолютно, но вот это время, которое непонятно, то ли великий маг, то ли обманщик, то ли мошенник, по-моему, это блестящее абсолютно. Окей, господа и дамы, я рекомендую, давайте перейдем к следующему. А что душевно, еще скажите, это животное и душевно, скажите вот эти два слова. Нет, Владимир, я дико извиняюсь, у нас все время не остается времени. Я так вот на одной ноге не буду глядывать. Да-да-да, нет, даже на двух ногах, даже подняв две ноги, совершенно невозможно быстро это ответить, поэтому я дико извиняюсь, давайте перейдем к Аэле, потому что не останется времени. Окей, мы это разберем дальше на базе занятий, я дико извиняюсь. Окей, за грубость и характер. Беседа, все, я выключаю запись и сейчас мы включим панно.